Девушки отдыхают Некоторые мастера потратили на создание образов, поверьте мне, не один месяц. Я бы хотел отметить несколько моделей, которые ворвались в наш конкурс с свежим дыханием. Модель «Рыжий соблазн» — мастер Людмила Назарова. Ну и, конечно, модель «Черно-белый поворот» — мастер Снежана Коваленко. Что? Что такие грустные, дорогие мои? Две секунды! Хорошо соврал. Четыре секунды остается до момента, когда на этой сцене появится победительница. И жюри уже сделало свой выбор. Первую премию и сертификат с лицензией на открытие собственного салона. А также подарки от спонсоров. Ну и специальный приз — повышение квалификации в школе месье Дюрана. Бурные, бурные аплодисменты! И победительницей в нашем конкурсе становится Снежана Коваленко! Да, Снежана, именно вы. Добрый вечер, пожалуйста, проходите к нам на сцену. Мы приглашаем спонсоров. Действительно, поистине заслуженная победа! Спонсоры вручают подарки. Как мне кажется, весьма предсказуемая победа. Друзья, ну а мы традиционно увидимся с вами ровно через год на этом же месте, на этом же конкурсе. Спасибо, спасибо большое всем мастерам, всем моделям, всем организаторам, кто принимал участие в нашем конкурсе. Месье Дюран. Ну а сейчас мы приглашаем всех на праздничный фуршет! Месье Дюран, спасибо за возможность. Снежана, позвольте вас поздравить. То, что вы делаете, очень свежо. Шарм и дискуссионность. Да, да. Извините. Анжела Юрьевна, можно вас на минуточку? Да, да. Пуста, Снеж, ты просто удивила меня своим французским. Что случилось? Один момент. Один момент. Я жду вас в Париже. Надеюсь, у вас будет возможность приехать как можно скорее. Спасибо. Благодарю, месье Дюран. Конечно же, это для меня… В общем, я очень рада. Садуйся, Люда. Снежана, Снежана, Волк. До встречи. До встречи. До встречи. Марин, ты дома? Привет. Ну что, тебя можно поздравлять? Ты студентка? Меня нет в списках. Как-то нет. Ну, вот так. Один балл. Представляешь, мне не хватило всего одного балла. Там пришла одна, все вокруг нее бегали, что-то суетились. Ну, понимаешь, кто прошел, да? Нет. Какое-то недоразумение. Такого просто не может быть. Наверняка что-то напутали. Я завтра пойду к ректору и… Не знаю. Буду разговаривать с ним. Ну, и что ты ему скажешь? Снеж, мы же не в школе. Все, я упустила свое бюджетное место. Ладно, ничего. Я годик поработаю еще. Там видно будет. А ты что, десятку-то хоть прошла? Первое место. Просто у детей цветы и лицензии, и деньги. Ты серьезно? Угу. Я тебя поздравляю. Спасибо. Ну, хоть у кого-то все хорошо. Это очень красиво. А знаешь что? Да. Ты будешь учиться? Смотри. У меня есть сертификат на огромную сумму денег. Не поступила на бюджет, поступишь на платное. Подожди, ты что хочешь сказать, что ты это все хочешь в меня вложить? Ну, а что? Ты прекрасно знаешь мое к этому отношение. А тебе нельзя упускать свой шанс. Так, нет. Стоп. Ты и так тянула меня с пятого класса после гибели родителей. Ты не поступила из-за меня, хотя могла бы учиться сейчас. Вот именно. Ты хочешь как я? Давай. Завтра идем к ректору и зачисляем тебя на курсы твоей мечты. Ура! Держи торт. Беги на кухню, нарезай и будем праздновать. Я тебя люблю. Здравствуйте. А вы скажите, двадцать восьмая аудитория? Это туда и направо. Туда. Отлично. Спасибо. Завтра идем на. Ой, господи, прости. Прости, пожалуйста. Сейчас. Что это? Фабио Сассо, язык программирования. Вирли Питерс, художественная палитра цветов. Марко де Гонди. Офигеть, откуда у тебя его автограф? Слушай, прости, пожалуйста, я просто какие-то отрывки в интернете читала, а тут все на языке оригинала. Где ты это достал? Купил в Штатах, в Англии, на семинаре в Хорватии. Офигеть. Слушай, дай же почитать, а то что-то в интернете с переводом не очень. Ну да, хорошо. Даже объясню, если что-то непонятно. Класс. Ну, объяснять мне, допустим, не надо, я как-нибудь сама разберусь. Слышь, а ты с какого курса? Ладно, потом увидимся. Так аудитория там. А, да. Спасибо. Спасибо, мажор. Офигеть. Странная ты, Снежана, такую удачу упустила. У тебя, можно сказать, был весь мир в кармане. А ты? Ничего страшного, мне хватит и победы. А ты, Снежаночка, смотрю, все-таки вышла на работу? А то я думала, свой салон откроешь, конкурировать с тобой придется. Ну, теперь хоть на пару лет расслабиться можно. Можно. Я еще у себя поработаю, если ты не против. Конечно, не против. Теперь от клиентов отбоя не будет. Девочке это надо отметить. О, класс. Ну и, в общем, он вписал в круг все геометрические фигуры, а потом выбрал самое интересное пересечение, ну, как элементы. Здравствуйте. Все готовы? Можем начинать. Итак, тема сегодняшней лекции – современный бизнес. Я думаю, ни для кого не секрет, что современный бизнес невозможен без его интернет-продвижения. Да и вообще, наверное, ничего невозможно без интернета сейчас. Вот. А для правильного продвижения необходимо много факторов. Свежие идеи, фантазия, нестандартное творческое мышление и, конечно, художественный вкус. Вообще, вы должны понимать, что вы сами являетесь художниками. Вы создатели бренда. Будущие боги. Боги для производителя и для потребителей. В общем, наша с вами задача, коллеги, не просто создание сайта это как-то мелко. И рисование, и программирование, правильный выбор текста, шрифта, цвета. Даже влияние на психологию человека – все это имеет огромное значение. Ну, и, конечно, чувство стиля и чувство меры. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие люди в нашем салоне? Чем обязаны? Это же вы пели на конкурсе. Там что-то за звездом, за мечту и такое, да? Да, это из моего нового клипа. В принципе, первого. Ну, будет и второй, и следующий. Так чем все-таки обязаны? Мне нужна ваша помощь. Я немножко хочу изменить имидж, попробовать поэкспериментировать что-то. По адресу. У нас прекрасный мастер есть. Вы не поверите мне, сейчас как раз для вас есть свободное время. Спасибо. Вы мне расскажете, чего вы хотите. Но я знаю, у вас одна девушка. Я хотел бы к ней… Присаживайтесь. Присаживайтесь. А я вот к этому мастеру хочу. Можно, да? А вы записывались? У этого мастера эксклюзивная записка. Ну, так запишите меня. Время же есть. А вот, познакомьтесь, это Снежана. Она с вами поработает. Мы знакомы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Нет, вот так. Ну, мастер, вы вообще видели их сайт прохмерии? Да. Ну, и как вам? Нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего так? Серьезно? Вам реально нравится? Прикольный. То есть, по-моему, это как-то фигня, что ли, нет? Все. С ума сойти. Трайся. Вы просто гений, Снежана. Да ладно. Ну, это, это, это полный отпад. Слушайте. Мне было не сложно. Ну, подождите, другой, совершенно другой человек. Ну да. Спасибо вам большое. Можно вашу ручку поцеловать. Я даже не знаю, как вас благодарить. Но это же, это супер. А? О. Небо касаясь рукой, я ухожу, но с тобой. Я повторю, повторю, повторю. Я люблю. Я не прощаюсь с тобой. Спасибо, спасибо. Всех, всех приглашаю на свой концерт. Это пока не сольник, но первое место в первом ряду вам обеспечено. А вы знаете, у нашей Примадонны уже было первое место? Это супер. Она достойна этого. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Да, Юляш. Ага. Да я слышу, слышу. Нет, говори, я могу слушать. А что дальше было? Ни фига себе. Зайка, давай я тебе перезвоню, хорошо? А это что такое? Девушка, вы что сделали? Посмотрите, у меня же с мужем сегодня годовщина. Что ж он скажет, как? Вы не переживайте. Вы что думаете, что это финальный вариант? Нет, это промежуточной этап. Мы здесь затонируем корни и заколорируем концы. Все будет иначе. Какие концы? Мне что, 20 лет? Вы же специалист. Вы что, их с улицы набираете? Ну что вы, Людмила, один из лучших специалистов. Давайте я помогу. Что случилось? Анжела Юрьевна, на самом деле, я просто хотела как лучше сделать ее, чтобы была ярче, современней, актуальней. Ну, если вы хотите, я могу, конечно, вернуть. Я уже больше ничего не хочу, не надо. Вы посмотрите, я же, я же на этом фоне, на 10 лет старше. Нет, ну, где у меня все морщины на лице? Ну, все нет. Ну, простите, значит, мы друг друга неправильно поняли. Людмила, знаете, что? Когда вам будет за 45, вы меня поймете. Где у вас книга «Жалобы и предложения»? Хорошо, не надо. Я сыну скажу, он сам на вашем сайте все напишет. Здравствуйте. Меня зовут Снежана. Пройдите, пожалуйста, в мое кресло. Я думаю, что смогу вам исправить все. Это не займет много времени. Присаживайтесь, пожалуйста. Обещаю, вам понравится. Скажите, как вас зовут? Нина Николаевна. Вы будете кофе со сливками или с молоком? Может быть, шампанского? Сейчас я быстренько организую. Возьмите кофе. Мне даже ходить так некуда совсем. Да, хотела поменять имидж. И, знаете, всю жизнь так с дулечкой. Ну что, я дома все время. Интересно, муж заметит? Конечно. Он у меня очень высокое положение занимает. Сын взрослый и очень хороший. А у меня, значит, наступает время одиночества. Да что вы говорите? Посмотрите на себя. Какое одиночество? Вы молодая, стильная женщина. У вас вообще все впереди. Самое главное в жизни вы уже сделали муж, сын. Теперь можете спокойно о себе думать. Наверняка у вас была какая-то цель, мечта. Никогда не поздно начать все сначала. Девочки, так это вам, боже, какая красота. Но это же другое дело. Вам нравится? Вам очень идет. Мне нравится. Просто потрясающе. Я рада. Спасибо, что вы так думаете. А я желаю вам удачи. У вас золотые руки. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Всего доброго. Приходите. Приходите еще к нам. До свидания. И как бы я тебя отпустила. Какие Парижи. Ты что, о чем ты? За тебя. Спасибо тебе огромное. Не волнуйся. Если что-то в моей жизни изменится, то в парикмахерскую я не вернусь. Господи, что это за день и день ад какой-то кромешный. Так, премиальные причитаются. Работаем, не отвлекаемся. Все, будни начались. Все хорошо. Привет, пап. Привет. Мать дома? Да, на кухне вроде. Как успехи? Было сегодня первое занятие в институте. Поздравляю. Спасибо. Норвегию когда? Как проект? Закончу. Мам. Хорошо. Папа пришел. Мальчики, стол накрыт. Мойте руки и ужинать. Хорошо. Не расстраивайся. Ты же его знаешь, он Ислана Абтут не заметил. Ну, перестань. Ты очень красивая, правда? Слушай, давай я куплю два билета в театр. Пойдем с тобой вдвоем. Хочешь? Ты еще платье наденешь, только красивое свое, красное. Которое шло? Когда я к тебе на выпускной шла? Угу. Сядем в партере. Мам. Бочка, не надо меня жалеть. У меня все хорошо. Все просто замечательно, прекрасно. Сегодня просто я как-то так… Слушай, а давай я тебя заведу в соцсети страничку. Аккаунт. Да зачем мне этот аккаунт? Ну, как зачем? Господи. Найдешь своих подружек бывших, будете общаться. Или смотри, ты же классно шлешь, можешь сделать свой блог. Я помогу. Мам. Сыночка, ты считаешь, что мне нечем в жизни заняться, да? А при чем тут? Ты… Ты не думай, у меня все очень хорошо. Папа у нас замечательный, он очень нас любит. А ты мне какой хороший, просто золотой мальчик, красавица, умница, востребованный специалист. У меня все отлично. А если бы девушку-то еще себе нашел хорошую, я была бы самой счастливой. А этот… Зачем мне этот аккаунт и подружки тем более бывшие? Иди, ванна свободная, руки вымой. Угу. Чего ждешь? Иди руки вымой. Так, ну чем побалуешь сегодня? Извини, я сейчас приду. Музык1 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Борис Александрович Субтитры создавал DimaTorzok А почему вы считаете, что это личный вопрос? Ребятам тоже было бы интересно А ребята и так говорят, что я профессор, так что это лично мое, ладно? Спасибо. Это что такое? Простите, я не понимаю, я не знаю, 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 я все как обычно сделала, просто... Без каких-либо заявлений, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, как вы будете это исправлять, но я подам на вас в суд за моральный ущерб, понятно? Мы все компенсируем, каждая копеечка, да вон пошла, рот закрой, чтобы я тебя не видела. Боже, что вы сделали? Понимаете, она из своего кармана все заплатит, моя хорошая, давайте успокоимся, Людочка, работаем, прекрасный мастер, вы знаете, у нас лучший материал, у нас профессиональная косметика, мы сейчас все исправим, Людочка Вы не переживайте, сейчас мы сделаем вам так, модный ежик Боже, прелесть Боже, это какой ежик А вы не переживайте, это я так неудачно пошутила, правда, я так шучу ее подурачку, знаете, мы сейчас ламинируем, кератином обработаем, будут как новенькие, даже лучше, не переживайте Ой, все будет хорошо, пейте, пейте, пожалуйста, сейчас я коньячок, сейчас я коньячок принесу, так, давайте, давайте, убеги, залог О, что вы делали? Не переживайте, сейчас все исправили, Боже, как у нас будет все стильно здесь Вы доверьтесь профессионалам Боже, я не помню Вы знаете, вы даже так малыш выглядите, поверьте, вы знаете, как 10 лет, как рукой сняла Вы что, с ума сошли? Под колеса бросаетесь, девушка, ну, вы что, жить надоело, что ли? Ах, спасибо Вы что делаете, ну Извините, пожалуйста Вы целые? Случайно, да Целые? Все нормально Да, 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 вы можете ехать, я не имею претензий к вам Какие претензии, слушайте, по сторонам надо смотреть, ну, как так, на дорогу сбегать Слушайте, можешь вас домой подвезти? Зачем? Что значит, зачем? С вами сточет в порядке? Что-то случилось? Случилось, да, ну, просто оставьте меня в покой Так, тихо-тихо-тихо, давайте, давайте, успокоимся, и не хотите чай, не хотите чаем с лимоном поеду, с пирожками, давайте, любите пирожки? Не, не ем пирожки Ничего страшного, ну, что вы, что вы едите? Просто чаем без пирожек, девушка, ну, нельзя же так, ну, серьезно, ну, тихо-тихо-тихо Я согрелась Согрелись, но не успокоились А как вас зовут? Да, кстати, Снежана Значит, красивое имя, я Виктор Не хотите рассказать Снежану, что случилось? Зачем вам это? Ну, все-таки интересно, почему она такая красивая девушка, бежит, не разбирает дороги Это из-за мужчины? Вас обидели? Нужна помощь? Нет, это не из-за мужчины Просто, да, обидели на работе У вас там что, звери? Я парикмахер, астилист, высшей категории, но сегодня что-то пошло не так, я не понимаю, я не могла ошибиться Чего вы смеетесь? Нет, извините, просто, это немного странно, из-за конфликт на работе бросаться под колеса По-вашему, из-за мужчины лучше, что ли? Ну, как-то логичнее Не знаю Если честно, я никогда, ну, не мечтала копаться в чужих волосах Так просто получилось Мы с моей младшей сестрой Рано остались без родителей Ну, мне пришлось идти работать В общем, стало получаться Людям очень нравилось то, что я делаю Мне было приятно, что им нравится Поэтому Как-то так оно Ну, если когда-нибудь у меня будет муж, то он навряд ли такой, от которого мне захочется сбегать Ладно, извините, вам, наверно, все это не очень интересно Да нет, очень интересно Перестаньте, кому может быть интересна парикмахерша? Я сама себе не интересна Ну, что вы, сегодня в следе хорошего парикмахера, это большая редкость А в каком салоне вы работаете? Angel Beauty Вот, ближайшие две недели мне предстоит занимать высокий пост, уборщица Ну, ладно, в общем Спасибо, что вы меня спасли Я не буду вас задерживать, пойду Может, я вас подвезу домой? Да нет, не стоит, доберусь сама Спасибо Мне было бы приятно Не беспокойтесь Приятно было познакомиться, до свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Привет Привет А ты чего так рано? Я даже ничего приготовить не успела А я сбежала с работы Меня перевели в уборщицу И еще будут вычитывать деньги за моральный ущерб Так, а чё ты такая веселая? А чё грустить? Земля вертится, все нормально Вот, кстати, сегодня утром забежала, купила Пока все этой ерунды не случилось Лови Снежа Я теперь все смогу сделать Угу Спасибо Спасибо Давай споем Давай Скажите девушке, подружке вашей Что я не сплю ночей, а не мечтаю Что у всех на свете она милей крашет Угу Ну что ты дуешься? Я же должна была как-то отреагировать на вчерашний инцидент Да ладно, мне не сложно Точно? Точно поднести Точно Точно улыбнись Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Чем мог быть полезно? Хотел бы постричься, если есть возможность Очень хорошо Вот у нас есть прекрасный мастер Людмила Назарова Финалистка международного конкурса стилистов парикмахер Наверное, произошло недоразумение, потому что не рекомендовали победительницу Извините, всего хорошего Погодите, ну что вы так сразу Конечно же, у нас работает и лучший мастер года Правда? Конечно Снежаночка Познакомьтесь Снежана Коваленко, победитель международного конкурса Очень приятно Ну что же ты в халате Вот такая чистюля, представляете, решила прибраться Милая, для этого есть специально обученные люди Машуточку возьми Давайте вашу пальто Спасибо большое Присаживайтесь Ваш мастер сейчас подойдет Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! А что это? Твой ответ. Спасибо. Ты не пожалеешь. Я всегда буду любить тебя. Спасибо. Ты не пожалеешь. Я всегда буду любить тебя. Мне нечего тебе подарить. Ты мой лучший подарок. Спасибо. 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 А я мечтала, как утром сама приготовлю тебе кофе. Теперь я сам буду готовить тебе кофе. Всю жизнь. Как в кино. Ты мне снился. Я тебе снился, потому что я всю ночь смотрел, как ты спишь. А давай, ты сегодня прогуляешь? На жаль она по-другому? Я-о-э-э. Я-о-э. Во-в-ва, веб-в-в-в-в-в-в-в-в. А давай, ты сегодня прогуляешь. Не могу, у меня инвесторы. Целый год с ними договорился, как на зло их именно сейчас принесло. Хорошо хоть свадьбу дали отыграть. Ну, ничего. Мы с тобой обязательно поедем, свадебное путешествие. Италия, Париж, какой-нибудь тёплый море. Куда ты хочешь? Не знаю. Я нигде не была. Ничего, теперь побываешь. Теперь твоя жизнь и сплошный отпуск. Достаточно наработалась. Теперь будешь отдыхать где хочешь, сколько хочешь, когда хочешь. Ой. Надо бежать. А жаль. Прости, не знаю, кто это. Алло. А можно поподробнее? Ну, я сейчас свободна, да. В салоне уже не работаю. Ну, мне надо подумать. Я вам перезвоню. До свидания. Кто это? Представляешь, Академия парикмахерского искусства. Предлагают мне преподавать. Ну, это что? Они видели меня на конкурсе. Им очень понравилось. Вообще, это очень престижно. Ну, я не знаю, что ты об этом думаешь? Да здорово. Только ты опять будешь копаться в чужих волосах. Слушай, я тебе не хочу ни с кем делить. Снежочек, можешь схватить уже работу с парикмахером? Угу? Ну, престижно. Мне коллеги не поймут. Ты же и не сердишься? Понимаешь, для меня очень важно то, что между нами произошло. Наша семья, наше будущее. Твоё здоровье, в конце концов. Но я не хочу тебя ставить перед выбором. Ты знаешь, а я и не хочу ничего выбирать. Просто откажусь и всё. Я сегодня обедаю в час. Приезжай. Я пришлю машину. Всё помнился. Здравствуйте, это Снежана. Я вам обещала дать ответ. Вы только что звонили. Уже подумала, да. Приняла решение. Я не хочу у вас работать. Извините. До свидания. Продолжение следует... Привет. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я открою. Да нет, ко мне. Мам, мам, у меня вне классное занятие. Я открою. Босс, ну вы даете. А как же медовый месяц? Или не гримит? Алена, давай без фамильярности. Да ладно, мы же здесь одни. Ну и что? Это не имеет никакого значения. Никакого значения? Совсем? Ну, ладно, ведь я ни на что не претендую, как и договаривались. Но ты мне кое-что обещал. Что обещал? Забыл. Поездку в Рим. Алена, что ты несешь? Я уже женат. Он с женой даже никуда не ездил. Ну и замечательно. Начнешь новую жизнь, а закончишь старую в Риме. Так, Алена, послушай меня внимательно. Я благодарю тебя за все, что было, но между нами все кончено. Это ясно? Ясно. Алена, подожди. Не обижайся. Ладно, хорошо. Давай туда и обратно. Ладно, пойдем. Иди ты первая. Кстати, вот эту книжку выбрала. Можно? Да. Благодарю. Смотрите, я, в общем, принесла все, что вы просили. Тут есть на эскизах. У меня в планшете, но в основном все на флешке. Вот. Сейчас я... Спасибо. Целый арсенал. Ага. Я думаю, флешки будет достаточно. Да? Я не знаю. Так вот, тут еще. Так. Ну... Ага. А вы уверены, что хотите заниматься созданием сайтов? Маркетингом? Маркетингом? Ну, маркетингом как угодно. А что, все так плохо? Ну... Слишком много креатива. Я бы даже сказал, самодеятельности, что ли. Вот. В дивергентной стадии довольно много вариантов, а в конвергентной их практически нет. Ну и вы используете в основном растровую графику. Слушайте, ну, мне кажется, что вот она как раз-таки креативнее и даже как-то посложнее, чем векторная. Вы уж меня простите, пожалуйста, за слово креативность. Ну, как бы я просто не искала легких путей. И вот. Ой, выручка. Может, чаю? Мам, ну, мы только начали. Или... А, нет, спасибо, что вы. Я вот так ваше время занимаю. А мне еще к сестре бежать надо. Она мне два месяца как замуж вышла. Вот сегодня праздничный ужин устраиваю. Здорово. Спасибо. Нина Николаевна. Нина Николаевна, да. Я... Давайте заниматься... Спасибо, мам. Спасибо. Да. Спасибо. Как же все-таки у вас хорошо. Сама себя завидую. Виктор замечательный. Когда уже, наконец, свадебное путешествие? Два месяца прошло. Он сами не понимает. У него столько дел. Представляешь, сразу после свадьбы уехал на конференцию. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Давай. Каждый день новые вещи, украшения, цветы. Класс. Слушай, ты же хотела учиться. Ты мечтала. Пусть он вместо всего этого барахла лучшее обучение тебе оплатит. Знаешь, я так счастлива сейчас. Ты не помнишь уже? Родители умерли, все же, но мне осталось. Я не говорила тебе, но я постоянно находилась в каком-то напряжении. Я должна была все контролировать, заботиться о тебе. А сейчас я осознала и почувствовала, как это, когда не ты заботишься постоянно, а заботиться обо мне. И я как-то так вот от этого расслабилась. Я поняла, что есть какие-то вещи, которые важнее, чем карьера. Так-то я за тебя очень рада. Вообще, Раши, никак не угрозят. Жаль. Гвахнет. Привет. О, гений компьютерной клавиши. И ты здесь? Да. Ужинать будем? Конечно. Я очень голодная. Ну-ка, иди сюда. Ой, спасибо. Не торопись. Девочка. А что у нас здесь для голодных сыплят? Что это такое? Ты же Минчестер. Спасибо. Ты как узнала? Он все знает. Даже страшно. Хорошего дома. Спасибо. Держи. Налетай. Сейчас. Спасибо. 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 Мы с тобой, то плоскорный егерь, то во тьме. И никто не подскажет мне тебе, ни мне, где свет, а где полночь сладких нежных фраз, где любовь и где боль, что вновь разлучит нас. Не знаю я. Это счастье наше и ложь. Пойду возьму на санбаску, прошу? Виноват во всем проклятый. Ну да. Ага. Я скоро. Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас в гостях? Боже, я так вас рад видеть. Здравствуйте. Куда же вы исчезли? Моя спасительница. Я пытался записаться к вам, но в салоне сказали, что вы там больше не работаете. Потому что я вышла с залом. Класс. Кстати, мой муж. Ух ты. Супер, супер. Как? Фух. Ты как? Я люблю тебя. Ты так и будешь молчать. Я же не понимаю, что с тобой происходит. Хочу тебе как-то помочь и… – О чем мы договорились? – С кем? Что он от тебя хотел, а? Вы вообще давно знакомы? Кто он тебе? Кто? Кого ты имеешь в виду? Того мальчика, с которым я танцевала? Так я его просто стригла и придумала ему имидж. Он меня за это благодарил. За что благодарил? Я не понял. За что он тебя благодарил, а? За что благодарил? За имидж! Я не понимаю. Я не понимаю. Почему ты себя так ведешь? Что я такого сделаю? Я не понимаю. Я не могу с тобой разговаривать о таком тоне. Я ухожу, что я не могу. Прости, прости, прости меня. Прости. Радая, прости, 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 пожалуйста. Я дурак. Я… я тебя напугал, да? Радая, прости меня. Прости, что мне… Что мне… что мне сделать? Я не могу тебя потерять. Я слишком тебя люблю. Я просто подумал, что вдруг, вдруг ты исчезнешь и… Я не смогу, понимаешь? Я… Я этого не вынесу. Я поняла. Я поняла. Все будет хорошо. Все хорошо. Мы это уберем и все будет хорошо. Я не отношусь на тебя. Прости. Стой. Этого больше не повторится. Я тебе обещаю. Просто одна мысль, что ты могла. Я не могла. Я тебя напугал, прости. Все хорошо. Все. Все уберем. Коллеги, а вы знали, что у Анны… Пока. Все, пока. До свидания. Коваленко. Здравствуйте. Вот. Вчера ушли. Забыли. Точно. Я забыла вытащить. Спасибо. А у меня сегодня что есть. Смотрите. Подарили мне. Теперь точно все поместится. Круто. Поздравляю. Спасибо. Ну, все. Хорошего дня. Счастливо. Ой, неслик. Сорвись, я же совсем забыла. Я, на самом деле, там немножко доработала. Вот. Исправила. И я бы хотела прийти снова вам показать мне важно ваше мнение. Ну, конечно. Приходите. Мне самому с вами интересно. Да? Отлично. Спасибо большое. До свидания. А вы, коллега, не промах. Не понял. Ну, все вы поняли. Хорошая девочка. Добрый день всем. Просим прощения за опоздание. И мы с супругой. Здрасте. Какие милые собачки. Так, ну. О, я к мужчину. А можно мне на руки взять одну? Спасибо. Вчаровательный у Витька по ритмаке, что сам гунь ее подстрессер. Не наглей. Не первый в очереди. Да, конечно, только после вас, Николай Степанович. А вот Николя нам ее и приведет. Ну, ну. Добрый день. Приветствую, Николай Степанович. Приветствую. О, с покупочкой. Да, спасибо. Не желаете опробовать? Обязательно. Как же. Николай Степанович, спасибо. Спасибо. О, господа. Повторите успех. Я проверю жену пока. Вить. Да, Светлана Анатольевна. Прекрасный выстрел. О, спасибо. А я смотрю, ты, Витюша, действительно остепенился. Поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, действительно хороший выбор, а главное надежный. А поможешь мне по старой дружбе записаться к ней на стрижку? Я слышала, она выиграла, типа там, какой-то конкурс с парикмахером. Моя жена больше не работает. Что ты говоришь? Какой заботливый муж. Жаль. Очень жаль. Ничего. Не жалейтесь, Светлана Анатольевна. Оп! Оп! Я чувствую, не мое. Не мое. Да. Светлана Анатольевна. Снежана, вы просто фея. Русалка. Хотите я вам что-нибудь выпить безнесу? Нет, не стоит. Спасибо. Да вы не стесняйтесь. Мы здесь все свои, как родные. Идемте. Идемте, идемте. Вы же еще не со всеми знакомы? А хорошей жене положено знать окружение мужа. У нас тут свои законы и правила. Ну, я вам раскрою все секреты. Вот, познакомьтесь. Здравствуйте. Олег. Прекрасная шляпка у вас. Максим. Очень рад познакомиться. Собачка у вас такая… Это не моя. Тысячи извинений, но мы с женой вынуждены вас покинуть. Надеюсь, не в последний раз. Всего хорошего. Счастливо. Витя, что происходит? Я дурак. Дурак. Я дурак. Дурак. Ну, ударь меня, слушай. Ну, хочешь, ну, ударь меня. Ты же обещал, что я опять сделаю не так. Ну, ты не понимаешь. Они… 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 Они всем. Никому нельзя верить. А ты такая… Такая у меня беззащитная такая. Доверчивая. Тебя так легко обидеть. Ты смеялась, улыбалась и я… Я чуть с ума не сошел. Сошел. Да, я схожу с ума от одной мысли, что ты можешь меня предать, бросить. Послушай, я так долго тебя искал… Я виноват. Я виноват. Ну, счастье мое, ну, прости меня. Ну, ты знаешь, ты… Ты… Ты научи меня. А? Научи меня. Я… Я пойму. Что ты говоришь? Ну, видишь, я на такое… Ну, я стараюсь, правда. Я стараюсь. Я смогу. Ну, поверь мне. Ну, прости меня. Ну, что ты тут на диване сидишь? Холодно. Эти руки совсем холодные. Пойдем. Ну, прости меня. Ну, пойдем. 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 Все, что захочешь, а? Давай, сходи. Тебя очень прошу. А вечером мы устроим праздник. Да? Давай. Прости меня, пожалуйста, прости. Прости. Ты простишь меня, ну? Ну, скажи, что да, значит, мне ниже. Ну, ты меня правда простишь. Ну, скажи да. Да. Спасибо. Спасибо. Я тебя очень люблю. Слушай, я тебе еще докажу, что я не идиот и никакой не тиран. Классно подошло в цвет платья. А как это вообще возможно? Ну, а как? Здрасте. Снежана! Как здорово! Нет, проходи. Ты к нам. Это же макароны называются, да, пирожные эти? Ну, Шулик, ну какие макароны? Это что, из пещеры? Это макаронцы. Макаронцыка сюда. Проходи. Давай. В центр, как важное гости. Ну, что? За тебя. За вас. За тебя. Мы же сказали, за тебя. Ну, за нас. Ну, а что ты? Возвращаться к нам собираешься? Ой, нет, 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 нет. Чего? А, почему? Чего так? Просто на мне дом некогда. Я готовлю. Ну, да, за цветами ухаживаю. А, да. Цветы. Это же святое. Цветы. Это же огромный кусок работы. Да ладно тебе. Расскажите лучше, как у вас дела? Ну, что, Людка в Париж укатила на твое место. Месяц уговариваю этого француза. А он все про тебя спрашивал, понимаешь? Так что она теперь у нас парижанка. Анжела Юрьевна, там и к Маше клиентка. Маш, давай. Не буду вас отвлекать. Пойду уже. Сиди, сиди, сиди. Галочка, пожалуйста, прими. Маш. У меня тоже запись. Мы сто лет не виделись. Прошу тебя. Будешь должна. Ну, что ты поникла? Пусть работает новенькая. Хочешь, я тебе прическу сделаю? Вот. И правда. Пришла такая взъерушенная, беспокойная. А? Машулик тебе причесочку сварганит, а ты поделишься секретом своей неожиданной встречи. Какой встречи? Неожиданной. Ну, это же стрижка твоя фирменная так называлась. Ты что, забыла? Снежечка. Я ее, конечно, сто раз пробовала повторить. Никак не получилось. Машечка пробовала, а у нее никак не получалось. Так для любимого мастера Машулик тебя обслужит бесплатно. Да, Машулик? Конечно, без проблем. Типа себе. Соглашаться. Ну, давай за тебя и пойдем. Да? Все поболтали. Давайте. Я звонил тебе сто раз. Где ты была? С кем? Да как бы ты так выявилась, а? Снежана, я тебя просил, но я же тебя умолял, я весь день как на иголках, я работать не мог. Послушай, ну я же тебя просил, детка. Я так ждал этот вечер. Посмотри, я… Посмотри, ну вот, видишь? Ну вот, ну смотри, ну я… Вот я тебе купил, ну… Детка, ну прости меня. Ну прости меня, пожалуйста, ну прости меня. Ты моя все, прости меня, пожалуйста. Ты меня слышишь, Снежана? Ну прости меня. Прости. Прости меня. Привет, Поросенок. Привет. Что ты тут устроила? Совсем без меня не справляешься. Ах, я соскучилась. Я тебе говорила давно уже, надо вырабатывать привычку следить за чистотой. Ты только этим питаешься? Да. Давай, бери швабу в руки, будешь мок полы, и я помойка. А ну, погоди. А что тут у тебя такое? Да ничего такого, ударилась просто и все. Ударилась? Так это же следует пальцем. Глупая история, ты хочешь что-то слушать? Женщина какая-то в магазине, помешанная на шмотках. Думала, что я ее платье хочу купить. А взяла меня, схватила, оттащила, да и все. Тебе вот только заговорить меня и не заниматься делом. Давай. Подожди, но я думала, мы сейчас с тобой попьем чай, мы сядем. Я тебе покажу свои новые работы. Давай придешь к нам и покажешь. Мне в шесть надо быть дома. А что? В чем в шесть? Тебе, что, комендантский час? Потому что я еще не разобралась в каких-то моментах. Семейной жизни все хорошо. Давай. Швабру в руки. Будем радоваться. Ты такой красивый. А забыл о нашей дате. А я помню. Сегодня как? Год мы с тобой вместе. Давай, Зайта. Света, ну… Ну, это прекрасная дата. Давай, давай, давай. За нас. Света, я давно тебе говорил. Нам надо поговорить. Ну, Боже, какое вино вкусное. Давай побывай. А с чем? Послушайте. В гостинице или у тебя? Да нет, Света. Ну, сейчас не лучшее время. Времена всегда одинаковые. Время немножко изменяется. Понимаешь? Идешь? Нет. Ну, Света. Перестрелывайся. Ну, как и все. Привет, водная. Фух. Мой денек сегодня. До свидания прошло блестяще. Ты бы мной гордилась. А че ты тут сидишь? Ты меня ждешь? Смотри, что я тебе принес. Я видела тебя с женщиной. А че? Это со Светланой, что ли? Ну, и так мы зашли в обеденный перерыв перекусить. А че ты не зашла? Это Светлана Анатольевна, жена нашего генерального и… Поэтому вы так страстно целовались? Ладно. Хорошо. Допустим. Ну и… Че ты себе придумала? Угу. Только не надо оправдываться. Оправдываться? Мне? Да в чем? Я люблю только тебя. Ты… Ты что, этого не видишь? А это… Дай руку. Не знаю только свои вещи. Это… Подожди. Это что… Это что еще за номера? Я ухожу. Так. Интересно. Надолго. Снежон, подожди, подожди. Подожди. Я… Послушай, вот прямо сейчас решается наше будущее. И только это важно. То есть, ты вообще вспомни, кто ты и кто я. Я работаю. Я… Я тебя обеспечиваю. Тебе что еще нужно, а? Ладно. Хорошо. 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 Допустим, я… Допустим, я по-твоему виноват. Ладно. Иди. Пройдись. Остынь. Подумай о своем поведении. И поскорее возвращайся. Мы… Мы завтра идем в театр. Ты не забыла? Мариночке привет. Как ты учебу оплатила уже, а? А работу его нашла? Или у тебя есть уже кто-то? Ну, ты… Послушай, может ты преубелитиваешь? Ну, он же тебя так любит. Я не понимаю. Я… Я тоже не понимаю. В салон я уж точно не вернусь. Надо как-то жить дальше, поэтому устроюсь куда-нибудь. У меня есть одна идея. Мечтаешь, должна избываться, правильно? А ты, кажется, хотела стать психологом. И начать своё дело. Я сейчас не за шуток. Мне тоже. Короче, давай мы с тобой откроем клуб для женщин. А что, естественно, возможно. Мы напишем свою программу. Ты будешь обучать их, скажем, визажу. Делать им прически. Ну, а я… Я могу, например… Я знаю одного человека. Я его попрошу. Он сто процентов поможет, я уверена. И мы с ним могли бы вести курсы дизайна или компьютерной графики. А ещё танцы. Ты помнишь, в детстве я занималась сальсой? В это время ты поступишь на заочное, обучишься. И потом ты сможешь помогать женщинам реабилитировать их, которые оказались в такой ситуации, как… Марин, для всего этого нужно специальное образование. У меня его нет. Нужно разрешение, нужны деньги. Где мы их возьмём? Я же тебе говорю, ты поступишь на заочное. Ты обучишься. Деньги. Мы можем продать нашу квартиру. А на эти деньги мы купим какой-нибудь небольшой домик под офис. В каком-то уютном, миленьком местечке. И мы будем проводить там курсы. Туда будут приходить эти женщины. Мы будем им помогать. Ну, давай. Давай рискнём. У нас всё получится. Послушай, ну, сейчас я могу тебе помочь. Смотри, я создам крутой видеоблог. Мы забабахаем офигенную рекламу. Старterminей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, Борис Александрович сказал, что он может по четвергам вести у нас курсы По вторникам Борис, по вторникам По вторникам Супер! Да! Слушайте, я даже маму еще сюда привел бы! Если вы не против! Она у меня классно шьет и могла бы тоже преподавать! С удовольствием! Хорошая идея! Отлично! Я очень рада! Слушайте, а как вы вообще планируете назвать это предприятие? Надо же вывеску придумать! Пока не думали! Не знаю, мне ничего в голову не приходится! Да ты не думала! Сейчас есть у меня одна идея! Я-то нашла вывеску от бывшего хозяина! Оп! Стильная! И есть одно маленькое дополнение! Сейчас! Так! Руки! Вверх! Пожалуйста! Оп! Стильная женщина! Стильная! Ну! Женщина! Жди-ка! А если... Так! Так! Сильная женщина! Мне кажется, это... Хорошо! Хорошо! Привет! Здравствуйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Г Tiken! Погнал «Столки» Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я живу, дышу. Мне ведь всего 37. Спасибо, что вы слушали. Давайте я. Максим Кивит, я новенькая. Я пока еще не решила. Ну, все хорошо. У меня семья, дом, двое, детей. Правда, хотелось бы чему-нибудь научиться, кроме кухни, конечно. Научитесь. Просто слушайте, что говорят другие и научитесь. Хорошо, спасибо. Можно? Я в девочке в третий раз замужем. Ого! Только, ну, не подумайте, что я какая-то там три раза по любви. Правда. Ну, и я зарабатываю неплохо. Но третий, он тоже на мне ездит. Может, это какая-то карма. Вот встречаемся, все окей. Цветочки, ресторанчики. А только вот штамп в паспорте. И опять все по кругу. Я пашу, как лошадь. А они, вернее, он. То работа не та, то зарплата не та. Очень любит болеть. Вот насморк и сразу на диване. Ну, короче, что первый, что третий сидят дома. Вот это что? Это комплекс жертвы? Ну, в общем, да. Давайте, наверное, поговорим об этом. О комплексе жертвы и вообще о наших комплексах. Ну, и вообще о чем мы тут поговорим. Давайте. Очень рада была вас видеть. Спасибо, что пришли. Ну, что вы. Это вам спасибо. Вы не представляете, как вы помогаете. Спасибо большое. До свидания. До встречи. До свидания. Всего хорошего. Зачем ты пришел? Я собираюсь подавать на развод. Я тебе об этом написала. Ты получил? Когда ты вернешься? Два месяца прошло. Зачем ты это делаешь, а? Ты же знаешь, я без тебя не могу. Зачем ты меня мучаешь? Давай мирно, спокойно разойдемся. Ну, ты же понимаешь, что у нас не получилось. Что не получилось? Что не получилось? Что не получилось? У меня все получилось. Я люблю тебя. Мне никто больше не нужен. И не думай о разводе. Ты даже не думай об этом. Ты... Я... Я тебе не дам развод. Девочка моя, я... Я жить без тебя не могу. Я есть без тебя не могу. Я спать без тебя не могу. Снежана, я... Я дышать без тебя не могу. Ты моя жизнь. Ну, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Я уничтожу этот твой притон. Я его уничтожил. Ты моя жена. Ты должна вернуться. Снежаночка, мы там все убрали уже. Закрыли. Спасибо, не стоило. Я бы сама убралась. Это Виктор. Мы как раз с ним говорили о разводе. Слушай, ну, не смешно же. Ну, что ты, прям шутишь все время. Здравствуйте. Очень приятно. Заработалась совсем уже. Я вот сижу дома один, как казанская сирота. Подкаблучник. Все. Да. Ну, все мы договорились, да? Я тебя жду дома, да? Ну, вот. Приятный молодой человек. А вы, Снежаночка, как-то совсем уж. Ну, ничего, все наладится. Ну, что, пойдем? До встречи. До свидания. И что он тебе говорила? Так вот, получается так, что общество реагирует чаще всего на физическое насилие. И это понятно. Но многие даже не представляют, сколько разновидностей неявного насилия существует в нашей жизни. Как внутри семьи, так и вне этой семьи, в повседневной жизни. Поэтому очень многие воспринимают насилие как особенности характера. Или списывают все это на усталость, на проблемы на работе. Вы можете привести примеры этих видов? Конечно. К примеру, эмоциональное насилие. Вот молодец, Снежа. Профессор. Так и добилась своего. Ах, хоть бы не на своем личном опыте. Ну, ладно. А если это длится месяц или два, разве это нормально? Нет. Такое вот длительное молчание, которое чаще всего люди воспринимают, как обычную размолвку между партнерами. Лучшая мастер-мастер. Это и самое настоящее психологическое насилие. Ай, Снежа, горжусь тобой. Да? Например, такое. Ты как-то странно себя в последнее время ведешь. Или ты прямо как твоя бабушка, потому что у нее все начиналось точно так же. Вот что чувствует человек, когда ему говорят такое. Скажите, вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как газлайтинг, то есть эффект газового света? Нет? Ну, проще говоря, это культивирование и подчеркивание неадекватного поведения партнера. Существует еще территориальное насилие. Это контроль над общением с родственниками, с друзьями, запрет такого общения и так далее. Прошу вас, микрофон. Есть ли способы выявить и бороться с такими формами бытового насилия? Конечно. В первую очередь, что нужно сделать, так это признаться самому себе или самой себе, что существует проблема. Да. Порой это бывает непросто признаться, что при всей успешности ты жертва. Вот именно. То есть чаще всего, говоря о домашнем насилии, мы произносим это эфемерное понятие «жертва». И как бы отделяем себя от этого понятия, от проблем. Что я предлагаю сделать и что мы практикуем в нашем клубе? Это соединить эту эфемерность с собой. Как бы осознать и принять это. Каким образом? Нужно говорить не «жертва», а, например, попробовать сказать «женщина» или «мужчина», «жена» или «муж», говоря о своей собственной семье. Затем сказать «я» и, наконец, назвать себя по имени. Чувствуете разницу? Вот в нашем клубе мы как раз-таки прорабатываем такие вещи. Мы учимся понимать себя, партнера, взаимодействовать друг с другом, не замалчивать проблему, не скрывать своих чувств и не стесняться их. И, конечно же, эффективно бороться с любыми проявлениями насилия и его последствиями. А что вы скажете на то, что под маркой вашего клуба действует притон для мужчин? Что? И тому есть неопровержимые доказательства. Прошу микрофон. Есть фотоматериалы. Спасибо. У меня есть доказательства. Прошу вас. У меня есть доказательства. Вот. Это дама-зводница. Вот, пожалуйста, заявление свидетелей. Простите, а... Спасибо. Могу я взглянуть, потому что я... Конечно, можете. Конечно, конечно. Пожалуйста. Кто-то писал. Все будет хорошо. Стражда, сказав Аскар. Пройдемте с нами. Забирайте ее. Забирайте. Что это делаете? Пожалуйста, разберите. Неожиданный поворот в нашем прямом эфире. Я прошу всех успокоиться. Спокойно. Я обещаю, мы будем внимательно следить за ходом событий и сообщать обо всех мельчайших подробностях. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, серьезно? Я в этом не разбираюсь, но даже мне понятно, что это дешевый фотошоп Но себя-то вы узнаете? Ну, отчасти узнаю, конечно, это мое лицо Но с таким же успехом меня можно изобразить на слоне, не знаю, где угодно, в космосе На слоне? Забавно, забавно Но вот заявление от пострадавших Вот от мужа Скибы Светланы А вот от отца Натальи Вороновской Эти женщины приходили ко мне в клуб и обучались полезным делам К танцам, графике, психологии Ну, позвольте У вас что, есть специальное образование? Вы понимаете, что ваши действия незаконны? У меня есть лицензия Я мастер визажа и парикмахерского искусства Вот именно А при чем здесь психология, графика и танцы? Вы понимаете, что вы обманывали ваших клиентов? Если дойдет дело до суда Будет совсем другой разговор Заявители подтвердят, что вы занимались незаконной деятельностью Я просто уверена Что все это организовал мой бывший муж Я от него ушла И после этого он мне угрожал И я думаю, что таким образом он начал мне мстить Поймите, у нас в клубе никакого притона нет Я просто хотела помочь этим женщинам Послушайте, гражданка Завадская У вас нет никакого законного права Вести курсы по психологии И любые другие группы Клуб придется закрыть Покажете на выходе Вы свободны Алло Да, это я Все в порядке Она напугана Я отпустил Да Сочтемся 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 Саль Понятно Что, опять? Динамо-машина? Угу Позвонила, сказала, что ей не нужен Что Забугоровна и та каждый год ездит Так что Так все же к лучшему Ну конечно Ну вот никогда она мне не нравилась Ну не пара на тебе, понимаешь? А кто пар? А знаешь, мне же как-то все равно Пара, не пара, это какие-то тонкие материи А в посольство, да еще на такой долгий срок Нужно с семьей уехать Мне на это довольно таки ясно Намекнули Какой нафталин, дружище Ну, слушай, а в чем проблема, вот скажи Ну, не интересуют тебя тонкие материи Подходи к вопросу прагматично То есть? Сейчас полно брачных агентств Идешь, заказываешь себе знакомство И погнал по всем твоим любимым параметрам, понимаешь? Что ты там любишь? Рост высокий, да? Глаза голубые Каштановые волосы Опа, как орех Твоя тема? А по-твоему что, коня выбираю Да подожди ты со своим конем Там есть тесты всякие, ну, на совместимость Ты их проходишь И на выходе, дорогой мой друг, получаешь что? Что? Надежную жену А пошла она Я просто никуда не поеду и останусь там Ну, хорошо Пойдем, пойдем, брат, пив пиво Пойдем, обоим тебя И твое это Удачное освобождение Освобождение Здравствуй Мы с Борей приехали Не могла же я тебя здесь одно оставить? Вы меня здесь к жизни вернули Спасибо Честно говоря Надеялась, что хоть кто-нибудь придет, не испугается Да я понимаю людей, конечно Такой скандал Столько Пишут в соцсетях Всякой гадости Да, несправедливо Ужасно все Столько штрафов У нас Придется все продавать Только купили кресла Компьютеры Все продавать Да Послушай Стиша Ну, а может тебе к мужу вернуться? Ну, у тебя такой Какой? Я не знаю, как сказать Ну, так и меня разбрасываются Нина Николаевна Этот человек Хотел посадить меня в тюрьму А может он не виноват? Это еще не доказано Никогда Никогда не говори никогда Я жизнь прожила и знаю Я тоже хочу прожить Свою Сильная женщина Клуб закрыт Хозяйку пьянит правонарушение Не верьте, ходила лично Сайт закрыт Ну, вот скрин там было классно Так, сильная женщина Поможем вам найти себя Консультация с одиннадцати Всего-Серковская шесть Ух ты! Заядного путешественницы Любительницы нет Владелица в вашем бутике нет Забой нет 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 Эти комнаты можно пока в аренду сдать Каким-нибудь конторам Могу помониторить Слушайте, это хорошая идея Давайте так и сделаем Потому что уныние это что? Правильно Путь к неудаче Так А возьмите вот эти коробки, которые потяжелее, а я журнальчики Ну сколько можно? Чего? Каким-то идиотом себя чувствуешь Почему? Ну потому что пока ты не перестанешь мне выкать, я буду чувствовать себя старым пнем А я же… Нет, нет, так это же просто как бы для конспирации В институте и так все говорят уже, что я бегаю за вами Серьезно? Ну да Я как бы не против Серьезно Серьезно Зачем ты это сделал? А ты? Я же знаю, что это ты Следователь твой, комиссии, штрафы Да я плачу все эти штрафы Вообще этот дом можем оставить Все перед себе Или Марине, как ты захочешь Я подала на развод Ты еще не поняла Я никогда, никуда тебя не отпущу Потому что ты моя жена Снежа, ну прости Девочка моя, ну вспомни, как хорошо было Ну что мы делаем, ну Девочка моя, я так тебе не могу Снежа Держи, держи Снежа, пойдем домой Снежанов, пойдем домой За что? За что? Снежа Эй, ты чего? Что случилось? Нам надо продать этот дом Мы, это как бы? Мы первые?" Мы, это буйевые Мы, это буйевые У нас есть храм Люба Ту жены У тебя Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здрасте. Владислав Дмитриевич, это муж? Я? Нет. Наоборот, я бы хотел найти себе жену. Я прочёл вас на сайте, что у вас тут… Что у нас тут? Мы уже не работаем. А, извините, вы, наверное, неправильно меня поняли. Я вам всё объясню. Дело в том, что я работаю в посольстве. Помощником консула. И мне предложили должность секретаря-консультанта. Поздравляю. И что? Да. И очень скоро мне надо уехать за границу. А туда надо ехать с женой. А искать у меня времени нет. К сожалению. Том сказал, что мы тут занимаемся сводничеством. Я прочёл вас на сайте. Отзывы. Понятно. Том, вы перепутали нас с брачным агентством. Очень жаль. Но если у вас тут какие-то психологические тренинги, я с удовольствием оплачу курс. Что у вас за спешка? Я же вам объясняю. Просто… Дело в том, что я получил престижную должность. И меня ждёт очень важная поездка. Но есть пробел. Это заметно, да. Да. А по каким признакам? Видите ли, жену через брачное агентство ищут в себе либо очень неуверенные в себе люди, либо… Уж простите меня, дон Жуанн. Ну, будем считать, что я неуверенно чувствую себя женщиной. Я бы очень хотел побороть эту неуверенность. Борить. Ладно, но если вы вдруг передумаете, то вот моя визитка. За спешку вдвойне плачу. Я вам сказала, мы не работаем. Ну, тогда в трени. Я на столике оставлю. Снежа, а кто? Это почему он приходил? Перепутал нас с брачным агентством. А ты зачем его отшил, а? Ты понимаешь, что это наш шанс? Это может покрыть наши штрафы. Ты опаздываешь в институт. Да пофиг на институт. Он готов заплатить деньги. А если мы реально ему жену найдём? Ну, почему нет? Ты понимаешь, что если я начну искать ему жену, это криминал? Ты понимаешь, что это судьба? Мы вчера мимо ЗАГСа проезжали, и я его увидела. А сегодня он приходит сюда. Мы можем открыть новое дело. Как по-твоему я буду искать ему жену? Я не знаю. Я могу сыграть роль первой кандидатуры. Ну? Главное в это всё ввязаться. А потом ты начнёшь ему читать свои тренинги. Будешь давать ему задания, читать какие-то лекции. Всё будет по-честному. Я не имею права сейчас проводить тренинги. Окей. Давай это сделаем на нейтральной территории. Ну, так сказать, в полевых условиях. А можете улыбнуться? Ну, как-нибудь по расслаблению-то, я не знаю. Так, ей в профиль. Вот туда смотрите. Что? А зачем этот профиль? Мы же не в полиции. Так, просто для разнообразия. Вот, смотрите, вот есть, так, ну это затылок. Здесь вы глаза закрыли. Вот это хорошее, мне кажется, как. А та предыдущая, нет? Ну, предыдущая. Ну, предыдущая чуть смыли. Давайте вот это. Да, это. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Теперь анкета. Анкета. Нет, вот сюда. Вот сюда. У нас все по фэн-шуи. Ну, тут… Так. Цель знакомства. Создание семьи, рождение, воспитание ребенка другое. Создание семьи. Знак зодиака. Близнец. Близнец. Хорошо. Так. Режим дня. Я сова, я жаворнок. Я не определился? Не определился? Понятно. А вы выпиваете? Нет. Нет. А что вас раздражает в людях? Навязчивость. Навязчивость. Хорошо. Любимый цветок? Ромашка. Ромашка. Мила. Мне кажется, нам важно начать с внешнего вида. А что, простите, что тут не так? Ну, вы производите впечатление человека в футляре. Ну, у нас на работе все так одеваются. Это дресс-код. Ну, мы же с вами сейчас не о работе говорим. Вы знаете, мне всегда важно выглядеть нормально. Понятно. Нормально. Вы даже спите в галстуке. Да. Вы, кстати, почти угадали. Была, действительно, такая история к нам, когда шефы приезжали с подарками. Угадайте, что я у них первым делом попросил. Галстук? Неожиданно. И мне тогда лет семь было. И один его с себя снял и мне отдал. И я в нем так всю ночь проспал. А какие шефы? Ну, в интернат к нам приезжали по разнарядке. Ничего себе. А как же вы… Ну, а что, ребенок из интерната не может мечтать о дипломатической деятельности? Да я не мечтал. Я просто действовал и поступил. Правда, по льготам, но знания у меня были хорошие. Поверьте. А сейчас иду на повышение. Понятно. Ну, с работы у вас все отлично. Надо прорабатывать личные отношения. Ну, да. Вот как раз и проблемы у меня с личными отношениями. Ну, понятно, почему. Из-за отсутствия семейного воспитания у вас есть пробелы. Вы можете назвать вещи своими именами. Я не обижусь. Да, это правда. Меня никто никогда не любил. За ручку меня никто не водил. Мы с троим все ходили. К нам ко всем относились одинаково. И подарков под елкой не было. Так что, работы у вас выше крыши. Пожалуйста, Борис Александрович. Доброе утро. Доброе утро. Что, проспала после вчерашнего? Да. Ну что, через три пары едем в клуб? Блин, просто планы немножко поменялись. А что случилось? Да. Ну, я вам потом расскажу. Хорошо? Хорошо. Роза в табаченном дыму. Я никогда не увижу. Ну, когда мы будем выбирать кандидатуру? Как ты думаешь, у меня пошла бы сигарета? Ты меня слышишь? Ты видела, я скинула тебе анкету на почту. А я не стоит закуривать. Подожди, пожалуйста. Мне надо переварить все это. Мне просто жалко его обманывать. Да в чем мы его обманываем? Ты его научишь каким-то своим психологическим штучкам, тренингам, я не знаю. И все. Ну, а если я реально ему понравлюсь? У тебя есть Борис. Борис – это мой друг. А Саша – это мой типаж. И он мне нравится. Ладно. Александр нам заплатил. Я там за штрафы отдала. И еще кое-что осталось. Ты вот такие хотела? Ну, ты же, типа, первый подарок от него? Не говори слово «типа». Терпить его не могу. Мне очень нравится. Слава Богу. Давай сплоти. Ну, вот. Таким образом, женщины чаще всего воспринимают излишнюю сдержанность за скупость и черствость. А человек просто боится показать свои эмоции. Боится быть смешным или глупым. Вы когда-нибудь дарили женщинам цветы? Ну, естественно. Это банально. А незнакомым? А зачем дарить незнакомым женщинам цветы? Ну, просто, чтобы увидеть реакцию для себя. Хорошо. А зачем мне реакция незнакомых женщин, если со знакомыми разобраться не могу? Чтобы получить удовольствие, увидеть радость и удивление другого человека. Вы должны понять, что спонтанные романтические отношения, в них ничего страшного и плохого нет. Нет. Это вам позволит избавиться от комплекса застегнутого воротничка. Попробуем? Ну, только если вместе с вами. Зануда. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно нам одну розочку? Здравствуйте. Конечно, можно. Какую цену розы? Пятьдесят. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что, кому мы будем дарить? Ну, ей давайте. Здрасте. Это вам цветы от этого молодого человека. Нет, спасибо. Ну как, удачно? Да, ваша очередь. Так я ему так и говорю. Ничего, следующий раз. Девушка, извините. Сейчас, призву меня. Увидел вас и вот захотел подарить вам этот цветок. Ой, спасибо. А это розыгрыш? Да нет. Если вы его не возьмете, она меня уволит. А, поняла. Ну, ладно. Ой. Да, спасибо. Прекрасно. Но четыре с плюсом. Что вы ей сказали? Ну, сказал, что если не возьмет цветок, то вы меня уволите. Правильно. Ну, пойдемте дальше. Ну, это уже как-то слишком. Вам не кажется? Сами пригласили в театр. Опаздываете. Спектакль уже начался. И что? Земля перевернулась? Не понял. Ну, опоздала. Ну, начался спектакль. Или что? Может, ваша девушка каблук сломала. Или такси не пришло. Или черт знает, что могло случиться. А вы ведете себя как зануда. Это что, очередной эксперимент, да? Как вы догадались? Вообще-то я с вами по театрам не собираюсь ходить. У нас с вами деловые отношения. Тренинги. Снежана, это дурдом какой-то. Вы бы сейчас видели себя со стороны в свое лицо. Такое серьезное. Никакой радости в жизни. Кошмар. Ладно, если с театром не получилось, может, пойдем перекусим, а? Ну, пойдем. Здравствуйте. Пойдемте, я вас проведу. Какое интересное место ты выбрал. Неожиданно. Когда-то я была здесь очень счастлива, а потом очень несчастна. То есть? За своими страхами нужно бороться там, где они возникли. Присаживайтесь. Спасибо. Так что все в порядке. Прости, что? Да ничего. Здесь очень хорошая кухня. Может, я к тебе? Давай. Возьмите меня, ну? Угу. Спасибо. Прости. Да ничего. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот этот столик свободен. Вот этот столик свободен Ваша лазанья и кофе. Ваша лазанья и кофе. Ваша лазанья и кофе. Ты замечательно танцуешь. Я гордился тобой. То есть, ты хочешь сказать, что тебе понравилось, как за мной хаживают другие? Ну, а что? Я не должен был так говорить? Нет. Ну, ты меня окончательно запутала. Так, хорошо. А что я должен был сделать? Вытащить тебя оттуда или подраться со всеми? А тебе разве не хотелось этого? Какие эмоции ты испытывал? Да я любовался тобой. Я радовался тому, что тебе хорошо. Я опять проиграл, да? Если б твоя девушка вот так вот со всеми танцевала, ты что, даже не переревновал бы? Нет. Ревность разрушает. Нет. Честно говоря, тут ты мне ничем не поможешь, потому что я считаю, что если любишь, то ты радуешься тому, чему радуется любимый человек. Ты правда так думаешь? Или ты придумываешь все это? Я никогда не вру. Снежан. Снеж, я что-то не так сказал? Все хорошо. Ну, спасибо вам за то, что вы меня проводили. Да не за что. Да ладно. Не бывает не за что. Вы этим нивелируете свой поступок. Хорошо. На здоровье. Так пойдет? Просто скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Снежана. Завтра придет одна из ваших кандидатур. Очень хорошая девушка, поэтому, пожалуйста, не опаздывайте. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, что? Он готов? Что-то я устала. Ты мне сказала, что мы завтра встретимся. Я с парад просилась. Ну, завтра так завтра. Сама все это заварила. Сама будешь расхлебывать. Ложись спать. Поехали. – Привет. – Привет. Привет. Это Марина. Марина от Александра. Александр, Марина приехала из Беличи. Очень приятно. Мне тоже. Очень. Так, и что будем делать? Вы меня спрашиваете. Что хотите, то делайте. Мои полномочия на этом заканчиваются. Можем пойти погулять? А мы можем? Перестаньте спрашивать меня. Вы можете, можете. Идите, знакомьтесь. Гуляйте. Марине очень понравилась ваша анкета. Правда? Вы ее читали? Правда, да. Добрый вечер. Ты почему босиком просудишься? Да какая разница? Наплевать. Как прошло знакомство? Я влюбилась. Ты даже не представляешь, насколько он потрясающий. Так что никакого обмана, как ты боялась, не будет. Как он тоже влюбился. Я не знаю. Мы об этом с ним еще не говорили. Мы так гуляли, ходили в кафешку. Я ему рассказывала про Белич, и пришлось наврать про злую мальчику, у которой я там живу. Послушай, ты же понимаешь, что он может сделать тебе предложение в ближайшее время, потому что это его цель – жениться. И как мы будем выкручиваться, когда он поймет, что я твоя сестра, и все это глупые авантюры. Какая разница? Я думаю, к тому времени уже все будет хорошо. Все по-настоящему. Тем более он же сам пришел сюда из чистых деловых соображений. А когда он влюбится, то все будет по-другому. Ну и какая ему будет разница, кто ты мне? Ну да. Наверное. Представляешь, я ему сказала, что у меня нет работы, и что я остановилась в общерусе. И так он меня и нашел. Пожалел меня. Ты понимаешь, что жалость – это не все, что нужно для таких отношений, которых хочешь ты. Именно ты и хочешь, и заслуживаешь. Ты чего? Мы сегодня только первый день пообщались. И ты сразу влюбилась. Да? Что тут такого? Чего? Чего? Алло. Здрасьте. А если кандидатура интересная, так в чем дело тогда? Но, честно говоря, я не думаю, что это хорошая идея. Я не встречаюсь с людьми, с которыми мы закончили работать. Хорошо. Ладно. До встречи. Ладно. Ладно. Снежан, я бы хотел вас поблагодарить. И вы меня уже благодарили, и заплатили, и получили то, что хотели. Ну, или почти то, что хотели. Вы сами учили меня, что нужно делать спонтанные романтические поступки. Правильно. Только я к этому теперь не имею никакого отношения. Я же вам говорила, что вы нашли закрывать. Хорошо. Я скажу прямо, очевидно, вас подвел. Вас и эту девушку. Так как? Дело в том, что я полюбил другого. Бог с вами. А если у вас не хватает мужества сказать в вашей кандидатуре об этом лично, то я ее оповещу. Не беспокойтесь. Снежан, ты что не понимаешь? Я тебя люблю. Снежан. Ты невозможная, я исключила. Что-то не так. У тебя кто-то есть или ты замужем? Я еще не развелась, но это не важно. Это не главное. А что тогда главное? Я была в полиции. На меня завели дело. Мы клуб обвинили в том, что это притон. Слушай, если ты думаешь, что это как-то поваляет на мою репутацию, то к черту ее. Снежан, я люблю тебя. И это главное. Я не хочу никуда ехать и жениться непонятно на ком. Послушайте, между нами исключительно деловые отношения. Я просто выполнила условия договора, вот и все. И вы просто принимаете желаемое за действительное. Еще и запудрили голову этой девушки. Это неэтично. А с моей стороны вообще непрофессионально. Вы хорошо справились со всеми тренингами. Вы молодец. У вас замечательная кандидатура. Хорошо, я понял. Извините. Удачи. Поехали. Все на сегодня. Всем спасибо. Отлично. Коваленко, можете, пожалуйста, задержаться? У меня к вам вопросы по курсовой. Ой, простите, я безумно, безумно спешу. Я же все сдала. Да, так я знаю. Но мы же договорились задержаться и позаниматься винеурочно. А, блин, я забыла. Давай я завтра заскочу. Как это заскочу, Марина? Там такой эксклюзив. Или что, тебя это больше не интересует, то почему? Что-то случилось? Я влюбилась. В кого? Ты его не знаешь. Но я вас обязательно познакомлю. Да нет, мне надо нас познакомить. Спасибо. Спасибо, что сказала. Хорошо. Идите, студентка Коваленко. Отлично. Тогда ты завтра. Привет. А, вот это поворот. Чем дальше, тем интереснее. Пока! Пока! Пока. Поговори. Мариночка, поговори вернуться. Ты что, вообще того или что? Ты мне сказал, что хочешь поговорить по поводу развода. Я первая буду против того, чтобы она к тебе вернулась. Ты понял? Подожди, послушай, послушай, мне не с кем поговорить. Я так скучаю по нашей жизни, по тому, как ты к нам приходила, мы пили чай. Какая у нас дружная была семья. Слушай, так ты же сам все разрушил. Ты обидел мою сестру, ты отнял нас в наш клуб. Все, Снежана подает на развод. Да, я виноват, потому что я дурак. Я потерял ее, я потерял все, что мне было. Я что могу сделать? Послушай, я так не могу, Снежана не хочет меня видеть. Я так скучаю, я дышать не могу. Ты сам виноват. Да? Ты так в этом уверена? Прости, пожалуйста, я пойду. Хорошо, подожди, я тогда тебе кое-что покажу, ладно? Послушай, что бы ты мне не показал, я всегда была, есть и буду на стороне своей сестры. Хорошо. Две секунды. Прости, я… Я не хотел тебе это показывать. Мариночка, ты прости меня, но я должен был тебе это показать, но, в конце концов, Снежана имеет право на свою личную жизнь. Ты успокоишься. Мало ли что, в жизни бывает. А сахар, мед. Слушай, уже поздно, я тебя сейчас домой отвезу. Снежана, наверное, волнуется. Она же знала. Я ей говорила. Что говорила? Что там у вас вообще произошло? Она же сама меня с ним свела. Она знала. Она знала, что я влюбилась в него. Почему она мне не сказала? Ну, может, она хотела, чтобы никто об этом не знал. Кто не знал? Почему? Ну, я, например. Я, если честно, вёл себя не очень-то. Она испугалась, наверное. Я её люблю и, видишь, надел глупостей. Да, она твоя сестра, но что ты знаешь обо мне? Поверь, в любом, в любой ссоре всегда виновата оба. Я свою вину не отрицаю. Да, я не обидел её. Так я же её не обижала. Почему она так со мной поступает? Она же никогда меня не брала. Я не знаю. Ты, может, ответишь ей? Она всё-таки волнуется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А, Борис, прости, что беспокою так поздно. Марина сейчас не с тобой, не видела ее. Она была на занятиях сегодня? Ясно. Просто она говорила, что у вас какие-то дополнительные там занятия сегодня. Я поняла. Хорошо. Извини. Пока. Можно я у тебя останусь? Конечно. Конечно. Нет, конечно. Ответь все-таки. Да. Да, я у девочек в общежитии. Да, нормально. Завтра курсовая. Слушай, я же не маленькая, мне не пятнадцать. Ложись спать, все будет нормально. Я у девочек поживу до экзаменов. Я хочу ее вернуть. Что я теперь могу? Ну, ты действительно любишь этого, как его… Саша? Ну, да. 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 Думаю, да. Ну, тогда нам ничего не остается, кроме того, как простить и принять. То есть? Ну, если ты останешься с ним, Снежана вернется ко мне. Я сомневаюсь. Вернется. Не потому, что ей не на что жить. Если тебе так нужен твой Саша, то сделаем все, чтобы он остался с тобой. За любовь надо бороться. Ты уверен? Конечно. Я борюсь. Вот и помоги. Себе. Мне. И ей. Это ее дом. Она моя жена. Да, привет. Да, все по плану в парке развлечений. Угу. Хорошо. До вечера. Девушки в парке осторожно. А, это ж у меня в парке. У меня в парке. Ну, я больше не хочу, чтобы я же дарила. Я же с собой. Угу. Я лучше держу. Это слово. Критово. Мари. Я разговаривала с твоими однокурсницами, они сказали, что ты не ночевала в общежитии. Почему ты мне врёшь? А почему ты ходишь за мной? Ты мне кто, мама? Подожди, я волнуюсь. Ну, что с тобой такое? Я была у своего жениха, понятно? У нас же всё по плану, правильно? Ничего не поменялось? Да, по плану. Вот и отлично. Привет, Марья. Привет. Ты хотела поговорить, вот он я. Да, я сказать тебе кое-что хотела. Если у тебя есть ещё какие-то обязательства, я не буду мешать. То есть? Ну, если есть ещё какие-то кандидатуры… Марья, нет больше никаких кандидатур. Точно? Точно. Ну, если ты хочешь знать, а мы с тобой должны доверять друг другу, то я делал ошибки. Но больше их не будет. Пойдём? Привет. Привет, привет. Как успехи? Я тут на всякий случай ужин приготовил. На какой такой случай? На случай, если ты придёшь. Я же не знал, а вдруг бы ты у него осталась. Да нет. Он мне предложил даже. Так проводил только. Надо, что предложил. Надо как-то ускорить этот процесс. Как? Он слишком серьёзный. Надо подумать. Надо условия создать. Условия? Ну… Допустим, он скоро летит за границу. Вот как. Любопытно, а с кем? Он что, вам обеим голову морочит? Нет. Он говорит, что у него есть только одна кандидатура. Ну, это я. Кандидатура. Странное слово для женщины. Которую любишь. Ладно. Я тут подумал. Есть у меня один план. Какой план? Ты должна для него стать необходимой. Понимаешь? Ты должна стать самым главным в жизни. Ну, всё к этому и идёт. Мы общаемся, он же… Это всё слова не из любовного лексикона. Страсть. Безумие. Счастье. Это приходит на грани. Понимаешь? На грани жизни и смерти. Виктор, ну это как в каком-то плохом романе. Да нет, милая. Это жизнь. Моя жизнь уже рухнула. Хочешь, чтобы твоя рухнула тоже? Ладно. Слушай меня и не перебивай. Ну, сыночек, ты ужинать собираешься, а уже всё остыло давно. А что, Марина не приходила? Мама, почему она должна приходить? Ну, как? Мне показалось… Тебе показалось. Твои родные не против, что тебя долго нет? Саш, ты если хочешь, чтобы я уехала, давай так и скажи, ладно? Да прости, но я не это хотел сказать. Я имел в виду, ну, они же волнуются. Не очень, они и волнуются. Я там никому не нужна. Да, если я приеду, пойдут сплетни, конечно, они будут обсуждать, городок же маленький. Послушай, тебе не надо никуда возвращаться. Я же сказал, я больше не буду никого искать. Правда? Правда. То есть, это предложение? Ну, да, наверное, да. Да. Вот этим ты мне и нравишься. Чем? Ну, вот этим своим. Наверное. Без всяких там красивых убиливаний. Странно, а я наоборот этим никому не нравлюсь. А мне нравишься. Слушай, а ты в клинике был уже? Нет, но мне в любом случае надо пройти медосмотр перед поездкой. Ну, не только же перед поездкой, еще и для контракта. Какого еще контракта? А тебя не предупредили? Нет. Для брачного. Ну, по условиям агентства, ты же сам понимаешь, что они перестраховываются для того, чтобы потом избежать иска. Ты должен принести справку о состоянии своего здоровья. Ну, там, наследственное заболевание или твоё психическое состояние. Я это сделала еще при подаче анкеты. Все так серьезно? Это простая формальность, но это нужно сделать. Ну, надо так надо, но мой врач будет только через две недели. Он в отпуске. Это поздно. Ну, если ты решил, то вот, да, поздно. Я знаю одну клинику. Там работает брат мой мачехи. Мы можем сейчас пойти и все сделать. Или ты… Никаких или, я же сказал. Пойдем. Ну, МРТ сейчас в очередь. И… Вы уже были у терапевта? Да. У психиатра? Да. Прошу на рентген. Прошу на рентген. Идем. Алло, Вить. Он пошел на рентген. Тебе не кажется, что это уже слишком? Снежаночка. А, а кто здесь… Снежана! А, ты здесь? Здравствуй. Что это у вас? Двери все настежь. О, что ж такое происходит? Что вы, что-то новенькое затеяли? Вам разрешили работать? Нет, нам не разрешили работать. Готовый клуб к продаже. Марине скоро понадобится это… Как его называют? А, приданая. Так что… Какое приданное? Снежана, ты шутишь? Нет. Нет. Бедная Боря. Ну, как же… Как же так? Он любит ее? Я это точно знаю. Как-то так. Марина влюбилась. Влюбилась? Ну… Беда какая-то. В чем беда? Хоть быть счастливым. Ну да… Скажи, пожалуйста… Боря про это знает? Знает свою сестру. Я уверена, что она сказала им об этом. Знаешь, я что тебе сказать, что ошибку совершить легко, а потом наглянулась, а вся твоя жизнь – это только одна большая ошибка. Субтитры создавал DimaTorzok Стой. Может, это ошибка? Марина, тебе сейчас лучше уехать, я сам разберусь. Подожди. Ну, врач же сказал, что это лечится. И тем более ты говорил, что у тебя нет никаких болей. Слушай, я же не врач. Он сказал, что эта разновидность протекает без боли и даже на последних стадиях, и что с диагностикой я опознал. Так, я тебя не брошу. Мы вместе со всем справимся. Я тебя люблю. Марина, давай не сейчас. Мне надо побыть одну. Привет, старик. Слушай, дело есть. Ты был вторым в очереди после меня на поездку, да? В общем, теперь будешь первым. Саша, ты сошел с ума? Подожди, тебя же берут. Я вынужден отказаться. Мне надо пройти обследование. В смысле? А что случилось? Короче, у меня возникли проблемы со здоровьем. Мне нужно пройти кучу консультаций. Это займет много времени. Так что можешь готовить документы. Дружище, я сочувствую. В душу лезть не буду. Но это точно? Ничего не знаю. Но рентген не врет. Все, пока. Ну что, ты готов к курсу? А что ты делаешь? Это все надо сжечь. Ну, ты чего? Я с тобой, мы со всем справимся. Марьяна, только не надо меня жалеть, хорошо? Слушай, как бы нам с тобой так договориться? Я хочу побыть один. Да, хорошо. Только не обижайся. Просто это, ну, это проблема во мне. Все очень круто поменялось и не надо осмыслить. Да, конечно, я понимаю. Хорошо. А, я, я пойду там. Пет, прости, пожалуйста. Я очень много думала, и я все поняла. Только не перебивай меня, послушай, пожалуйста. Я все поняла. Мы делаем все неправильно. Вообще так нельзя. Так нельзя. Во-первых, ты очень многого не знаешь. Во-вторых, ты очень много не знаешь. Ты не знаешь, что я люблю тебя. А мы что, снова на «ты», да? Я опоздала? Угу. Прости. Не понимаю. Я не хочу, чтоб ты была несчастна. Тебе лучше уйти. Не знаю. Слышит. Подписывайся. Ура. 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 Только он не забавит. Ура. Ура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, жду от всех самостоятельную работу. Желаю удачи! Спасибо! 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 Увидимся! Пока! Спасибо! Спасибо! Слушай, а ты выходишь замуж? Это правда? Наверное. Что значит «наверное»? Ты не уверена? Тогда зачем? Слушай, во всем я уверена. По крайней мере, в себе. Ну, этого же мало, Марин. А кто этот твой избранник? Он вообще тебя любит? Да, наверное. Просто он… Я ему нужна. Это сейчас самое главное. Странно это всё. Ну, ладно. Пусть только попробует не любить. Я ему быстренько фейс начищу. Спасибо, конечно. Но не надо этого всего. Ты в этом ничего не понимаешь. Это про любовь. Конечно. Я в этом ничего не понимаю. Марин, привет. Мне надо с тобой поговорить. Да подожди ты, пожалуйста. Послушай меня. Мне тоже нужно кое-что прояснить. Я Марин. Я собираюсь продать дом. Часть денег твоя. Потому что тебе сейчас они понадобятся на новую жизнь. А остальную часть я дам за долги. Ты знаешь, я думаю, тебе нужно вернуться к нему. И вообще, мне кажется, что ты слишком преувеличиваешь. Ты как-то меня запутала и сама запуталась. Ладно, извини. Мне нужно бежать. Давай потом созвонимся. Привет. Привет. Ну, что, как он? Когда переезжаешь? Я не знаю. Я пока просто ему увожу продукты и так кое-что готовлю. Слушай, мне не нравится уже эта затея. Ну, окей. Ладно сейчас. Ну, через неделю, через две. Дальше что будет? Я слышала, что Саша хочет полностью отказаться от поездки. Он собирается пойти обследоваться. Послушай, я не знаю. Мне страшно. Ничего. Все будет хорошо. Не волнуйся. Ну, конечно, просто надо как-то ускорить процесс. Чтобы наконец все встало на свои места. Ну, как? Я не хочу, чтобы он думал, что я ему вру. А если он пойдет к врачу, он с ним поговорит, обследует, что-то ему все расскажет. Ну, ты-то в любом случае ни при чем. А потом, когда Снежана будет со мной, а ты с ним, все будет проще. Отпраздновайте врачебную ошибку и дело с концом. Но ты молодец. Конечно, ты права. Какие-то симптомы должны быть. У него нет никаких симптомов. Он ходит все время грустный, немного унылый. Да, но это же не симптомы. Естественно. Держи. Что это? Ну, это вызовет легкое головокружение. Ну, максимум сонливость. Ну, симптомы недомогания. А потом мой врач все объяснит. С профессиональной точки зрения. Я уже с ним договорился. А если Снежана к тебе не вернется? Я с ней говорила. Вернется. Вернется. У нее сейчас проблемы, которые могу решить только я. Она обманута любовником. Потеряла твое доверие. Ну, разве не так? А для нее моральная сторона жизни самая главная. Ты любишь свою сестру? Пойми, только я буду с ней всегда рядом. И в горе, и в радости. И она сказала, это поймет. Беги. А, подожди. А, возьми на расходы. Ну, что не надо? Ну, что не надо? Подожди, что не надо? У тебя же сейчас нет средств. Мы же сегодня чужие. Спасибо. Пожалуйста, не бойтесь. Я буквально на минуту. Я сейчас прихожу сюда. Смотрю на окна. Прости. Я знаю, что я последний сволочек. Но мне надо сказать тебе пару слов. А ты разве еще не все сказал? Нет, не все. Снежанна, я тебя очень прошу, подумай. Тебя никто не будет любить так, как я. Ты можешь жить, как хочешь. Ты должна знать, что я всегда буду тебя ждать, сколько бы ни прошло время. Только тебя. Я всегда тебе помогу. Даже если мы станем совсем чужими. Тебе. Понимался. Знаешь, я только сейчас понял, кого я потерял. Все остальное стало. Ты должна это знать. Прости. Прости. Марин, спасибо тебе большое за прекрасный ужин. Пожалуйста. Ты, если захочешь, я могу каждый вечер для тебя такое готовить. Ну, ну таки, что на работе? Отпуск дали, все в порядке? Ну, насколько может быть в порядке в моей ситуации, но отпуск дали, да. Хочешь еще вина? Вина хочешь еще? А, да. Давай, давай. Хорошо. Теперь, покаzug Gottes качаем. 汗... Поехали. regulку воды. Ношел. Коток. Прости. Будут некоторые неудобства. Если хотите продать быстрее, ну, придется потерпеть с посетителями. Кстати, сегодня первые будут через три с половиной часа. Вы будете дома? Возьмите ключи и приводите людей, когда вам удобно. То есть, вы не останетесь здесь до продажи? Не знаю, как получится. А в каких пределах я могу снижать сумму? Разумных. До свидания. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА